Руджера Добро пожаловать на Сицилию! Это жизнь других! Любой итальянец севера Италии вам скажет, что Сицилия – это место с особым характером. Местные жители здесь эмоциональны и темпераментны. Они любят много отдыхать и часто и вкусно поесть. Я пока не знаю, так ли это, но если это правда, то я истинная сицилийка. Если бы я здесь родилась, то, скорее всего, жила бы как принцесса, а точнее, как Руджера. Нет, он не принцесса, просто он живет в настоящем дворце. А если бы я жила как пенсионеры Луччо и Агата, то жила бы в скромной квартире неподалеку от вулкана Этна. Еще я могла бы жить как Анастасия, тогда в свои 32 я оставалась бы безработной, а деньги на жизнь просила бы у мамы. Кстати, если бы у меня родились дети, то на их жизнь я бы тоже не стеснялась брать деньги у мамы. Разве что на роды мне бы брать не пришлось, да и то просто потому, что они здесь бесплатные. Скорая помощь для роженицы, как и сами роды во всей Италии, считаются неотложной помощью. Поэтому для любой женщины все это не стоит ни копейки. Кстати, сюда же включено и послеродовое обслуживание, то есть палата, анализы, медикаменты и питание. Так, ну вот эта вот палата, где женщина после того, как уже родила, находится, как правило, по два человека лежит. Но если, не дай бог, с ребенком какие-то проблемы, то женщину всегда кладут одну. Обязательно есть душ свой, туалет. Приходить можно навещать женщину, может быть, только по расписанию и только один человек. То есть уже мама с мужем уже не может. И может находиться здесь в палате только час. Ну и все, а что тут еще делать? Правильно, пришел, поцеловал и ушел. Завтрак, обед и ужин также приносят в палату. Готовится и фасуется по порциям все сразу на кухне. Которая, кстати, просто рядом с родильным отделением. Пахнет изумительно. А давайте заглянем. Значит, сегодня те женщины, которые уже родили, значит, у них сегодня овощной бульон с рисом, паста с томатами и паста с баклажанами. Ой, как вкусно, господи. Вот я ради еды могу родить. Но не буду. Пусть достанется кому-то другому. И видите, как ее запаковывают и несут прямо в палату. Красота! Я буквально час как родила, я теперь ужасно голодна. Уже заказала мужу десерты, булочки, сэндвич и кофе. Скоро должны привезти. Честно говоря, если бы местные женщины и попытались как-то ограничить диету, то это вряд ли бы получилось. Ведь еда на Сицилии, ой, это отдельный культ. Во-первых, все, что готовят сицилийцы, невообразимо вкусно. А во-вторых, они готовят просто, всегда и везде. Поэтому будьте уверены, что роженица при выпуске из роддома сначала заедет в любимое кафе перекусить, а уже потом домой. Палермо называют столицей стритфуда не только Италии, но и всей Европы. У нас в городе тысячи разных лотков, киосков и кафе с самой разнообразной едой. Почему так много? Ответ банален. На них есть спрос. Палермо – это главный и самый большой город Сицилии. Здесь живет больше, чем полмиллиона человек. А судя по количеству заведений, складывается впечатление, что все они постоянно голодные. Чтобы узнать, правда ли это, я решила заглянуть в первый же стритфуд, который мне попался по пути из роддома. Так, расскажи мне, что ты вот такое вот мешаешь? Что это такое? Выглядит не очень, я хочу сказать. Зато очень вкусно. Мы специализируемся на бутербродах с мясом. То есть я хотела спросить, почему сицилийцы так много вкусно едят и худы? Это очень просто. Дело в том, что сицилийцы очень любят не только есть, но и гулять. Все, что называется уличной едой, у нас принято брать с собой на прогулку. То есть взял себе что-то перекусить и ешь это по дороге. Так принятые калории сразу изгорают. Ну как красиво! А что ты сразу оператор даешь? Подожди, я тут еще. Оператор уже вон слюнтикот, я вижу, граци. Так я тебе могу сказать, что это практически полноценный обед. Да нет, не совсем. Обедать у нас принято строго по расписанию. С часу до двух. Ужинать только после девяти вечера. А это просто уличная еда. Перекус. Такое можно взять в любое время суток. Ты мне скажи, оно много тебе приносит прибыли за месяц, в год? Достаточно приносит. Один бутерброд стоит 2 евро. А в день мы продаем около тысячи таких. Считай сама. Вот только налогов отдаем чуть ли не половину. Ну, на самом деле, потрясающе. 2 евро ты наелся. Я думаю, что мне этого хватит спокойно до ужина. Это тебе хватит. А местный, даже если он ребенок, съест его, а через полчаса еще и позавтракает в школе. Да что там в школе? К нам и перед детсадом с детьми заходят. А в детский сад своих детей здесь обычно приводят к 8 часам утра. Там они играют, развлекаются, спят и учатся. В общем, все как и везде. Сады бывают как государственные, так и частные. Но частные тоже бывают разные. Я помню, всегда существовала проблема, когда начинается лето. Родители думают, господи, куда же сдать детей, потому что нужно же ходить на работу. А на Сицилии эту проблему решили. Закрываются детские сады и открываются детские летние сады. Летний детский сад не получится. Только за деньги. Стоит такое удовольствие от 100 до 700 евро за сезон. Все зависит от того, насколько долго родители планируют оставлять ребенка. Когда лето заканчивается, детей забирают и ведут в обычный детсад. А если ребенку уже 6, то в школу. Кстати, они здесь тоже бывают разные. Кроме государственной и частной школы, есть еще школы католические. По сути, они тоже частные и платные, но находятся при монастырях. Детей здесь могут учить как монахи или монашки, так и обычные учителя. Самое удивительное то, что католические школы здесь считаются очень престижными, так как дают самое прогрессивное образование. А учителя, которые в них работают, считаются лучшими из лучших. Несмотря на то, что зарплата учителя в нашей школе ничем не отличается от средней зарплаты в других школах, это полторы-две тысячи евро в месяц. Работать у нас – это престижно. Все наши учителя обязаны иметь высшее образование и пройти серьезный конкурсный отбор. Мне здесь нравится учиться больше, чем в обычной школе. Здесь уделяется больше внимания каждому ученику. Если ты что-то не понял, то тебе все несколько раз объясни отлично. А если где-то проштрафился, то особо поругать не будут. Католическая церковь на Сицилии имеет огромное значение, поэтому школьников воспитывают тут только пряником, никаких кнутов. Прогулял школу, и тебя не наказывают сделать что-то плохое, и тебя не наказывают дёрнул Катьку за косичку, и никто тебе ничего не скажет. Родителям такая школа обходится в 4 тысячи евро за год обучения. А всего в Италии учится 13 лет. После выпуска кто куда, кто в университет, кто на работу, а кто просто продолжает дальше сидеть на шее у родителей. Причём родители, даже если не хотят, всё равно обязаны эту шею подставлять. Таков закон. Согласно нашим законам, родители обязаны содержать своих детей и после их совершеннолетия. Сколько ребёнок живёт в родительском доме, столько родители должны его обеспечивать. По возрасту эти сроки никак не ограничены. А теперь ещё раз, не юридическим, а человеческим языком. Если мне, скажем, 45 лет, я до сих пор живу с родителями и не работаю, то они обязаны меня одеть, накормить и дать денег на карманные расходы. А если вдруг откажутся, то суд их обяжет это сделать. Это работает точно так же, как с выплатой алиментов. Закон действует до тех пор, пока ребёнок живёт с родителями. Как только он решает съехать и жить самостоятельно, тут уже никто никому ничего не обязан. Ни в какой суд смысла идти нет. Но, честно говоря, подобные дела до суда вообще почти не доходят. Конечно, в желании помогать детям нет ничего плохого. Но почему многие сицилийцы до 40 лет даже не думают искать работу и продолжают жить с родителями? Это я решила спросить у Анастасии. Ты в этом доме живёшь с детства, правильно? Да, все мои 32 года я живу здесь с родителями. Так, а чем ты занимаешься? Я учусь в университете и иногда подрабатываю переводчиком. Но это редко, да и платят там немного. В основном я живу на деньги родителей. Для нас, сицилийцев, вполне нормально оставаться на родительском задержании до 40 лет. Это хорошая традиция. Ведь человек наслаждается жизнью, пока молодой, а не тратит силы на работу. А как это происходит вообще? То есть каждый месяц говоришь, мам, мне нужны деньги. Или просто тебе каждый месяц выдаётся какая-то сумма. Вот как это происходит? Они сами знают о моих тратах и дают мне на повседневные расходы еду. Кроме того, мне арендуют небольшую комнату в Палермо. Я, конечно, человек скромный, но если очень надо ещё на что-то, то я могу попросить. Я продолжаю помогать дочке и деньгами, и всем, чем могу. И буду это делать сколько смогу, мне самой так хочется. И большинство сицилийцев, конечно же, делает это по своей воле. У нас так принято. А на тот случай, если у родителей вдруг возникнут финансовые трудности, они подарили Анастасии квартиру в центре города, которую она сдаёт в аренду, а деньги тоже забирает себе. Ох, красота! Слушайте, получается, и комнату в Палермо родители ей снимают, и квартиру подарили, и в их доме тоже жить можно. Слушай, ну я сейчас, знаешь, что подумала? Что если ты выйдешь замуж, то, получается, твои родители будут содержать тебя, а его родители будут содержать его. И вы так можете прекрасно жить! По сути, да, можем. Мало того, даже если у нас появятся дети, им бабушка с дедушкой тоже будут помогать. Насколько я знаю, всё тот же закон обязывает содержать и внуков. Кто-то так и живёт. Но если я выйду замуж, то уже планирую жить отдельно. Это об лет 40? Да, минимум 35. 35 минимум не раньше. На секундочку. Мама, я ушла из дома, когда мне было 20 лет. Боже, ну какие всё-таки у сицилийцев прекрасные устрои. К 35 только начинаешь работать. А всё, что до этого, считается детство. Но вот кто в таком случае помогает пожилым родителям, если им понадобится уход, я вам расскажу немного позже. Многие иностранцы удивляются нашим устоям. Но я вам скажу, что у нас всё точно так же. Просто зрелость приходит немного позже. Ну как немного. Лет на 10-15. Этому, кстати, способствует и система высшего образования. Ведь то, что Анастасия в свои 32 ещё учится в УЗИ, это тоже норма, а не исключение. Дело в том, что здесь, в университете, можно учиться хоть всю жизнь. Такого понятия, как исключить из университета, у нас не существует. Если ты не сдал какой-то экзамен или не прошёл курс, то можешь пройти его через год или два, когда тебе будет удобно. У нас есть студенты, которые учатся по 10-15 лет. А теоретически можно и всю жизнь учиться. При этом обучение ещё и может быть полностью бесплатным. Две трети всех студентов ничего не платят вообще. Это зависит от семейного дохода. Если он не превышает 25 тысяч евро в год, то учёба полностью бесплатная. Если же доход выше, то надо будет платить. Максимальная цена – 2,5 тысячи в год. При всём при этом параллельно с учёбой студенты работают очень редко. Хорошо на Сицилии, а ещё лучше, когда тут не работаешь, как я, а отдыхаешь. Но с туроператором тоже очень важно не промахнуться. Лично я советую туроператора по Сицилии Трис Тревел. Он точно найдёт то, что нужно конкретно вам. Как экскурсии для групп или семей с детьми, так и для клиентов возрасте. А ещё компания Трис Тревел сотрудничает с Сарачен Сэнд Виллэдж. Это прекрасный отель для семейного отдыха. Ссылки ищите в описании к этому видео. Учиться у нас достаточно тяжело. Времени на полноценную работу точно не хватает. В основном с деньгами помогают родители, но если они помочь не могут, то сразу после школы народ идёт работать. Чаще всего это какая-то простая работа. После этих слов я почему-то подумала о профессии грузчика. Ведь на Сицилии есть крупный морской порт, и ничего не мешает пойти и устроиться туда простым грузчиком. Но не тут-то было. Оказалось, и что и устроиться непросто, и простых грузчиков в порту не бывает. Об этом мне поведал Сальваторе. Чтобы сюда попасть, желательно иметь какие-то связи. Грузчик-работа престижная, на всех желающих места не хватает. Кроме того, чтобы работать грузчиком, надо научиться управлять портовым краном. Ведь мы не на горбу контейнеры носим. А сколько времени занимает тебе погрузить вот один такой контейнер? Немного. На один контейнер надо несколько минут. А сколько таких контейнеров в день вы загружаете? За смену я гружу около трёхсот. То есть, наверное, ты приходишь домой и вот так вот падаешь, и всё. Да нет, я же физически ничего не таскаю. Просто рычаги на кране поворачиваю. Зарплата у грузчиков в среднем полторы тысячи евро в месяц. Если добавить разные бонусы и тринадцатую зарплату, и всё это у них есть, то набегает вполне достойная для Сицилии сумма. Но можно ли прожить на неё всей семьёй? За этим я и пришла к Валерии и Алессандро, которые живут, на первый взгляд, в маленьком доме. Но на самом деле я пять минут по нему блуждала и не могла никого в нём найти. Как мне кажется, очень скромные и нормальные апартаменты. Стандарты. Но когда выходишь на улицу, то ты видишь вот такие огромные хоромы, не побоюсь этого слова. Видишь? А? Там огромный бассейн, шезлонги, там сад. Мне очень интересно пообщаться с этими хозяевами и узнать, стандартные ли это апартаменты и вообще все ли так тут живут. Ещё через две минуты я наконец-то нашла хозяев на просторной террасе. Я увидела в вашу квартиру дом. Я уже не знаю, как это назвать. Сколько тут живёт человек у вас? Мы с двумя детьми и наши родители. Ну, скажи, это вообще стандартная история для Сицилии? Так живут многие семьи? Или это только вот вы? Все, у кого есть возможность. Нам с домом повезло. Он достался по наследству. Наверное, купить это очень дорого, да? Не то слово. Наверное, тысяч пятьсот евро. Средняя семья такого себе точно позволить не может. Как ни странно, содержание дома значительно ниже, чем содержание квартиры. Хоть оно в несколько раз больше. За него мы платим всего 10 евро коммунальных, а в городе 95. Ещё из семейных расходов где-то 400 евро уходит в месяц на еду. Вы ругаетесь, как вы ссоритесь? Вы бьёте посуду, кричите? Ну, как в кино? Нет, посуду я бить не буду. Слишком дорогой скандал получается. А так могу и покричать. Но муж обычно молчит. У меня муж первые года два тоже молчал. А сейчас уже тоже орёт громче менять, я хочу сказать. Скажи, пожалуйста, а насколько безопасно жить здесь? Потому что меня напугали, что тут и мафия, и грабежи, и нужно быть всё время на чеку. Случалось, что этот дом грабили, но для жизни и здоровья здесь точно безопасно. Такой мафии, которая кошмарит обычных людей, на Сицилии уже нет. Всё это старые стереотипы. Не веришь? У кого хочешь, спроси. А я и спрошу, ведь что-что о тему мафии на острове, где вообще родилось это понятие, невозможно не затронуть. В поисках ответов я решила не мелочиться и пойти сразу к мэру Палермо. Когда-то именно здесь заправляла знаменитая Коза Ностра. Мафия? Нет никакой мафии. Я лично боролся с ней несколько десятилетий и считаю, что поборол. Если ещё 30 лет назад народ боялся выйти на улицу, а простые торговцы платили дань, то теперь такого и близко нет. Да что там, предыдущий мэр был мафиози. Но сейчас та сицилийская мафия, которую все боялись, осталась только в истории, в кино и в тюрьме. Но если вы думаете, что на этом я остановлюсь, вы сильно ошибаетесь. Конечно, в прошлое я отправиться не могу. В кино меня тоже не берут, зато в тюрьму попасть проще простого. Ну, я в том смысле, что интервью взять. Мафия? Да, у нас есть мафия. Около 80 человек в отдельном специальном отведённом корпусе. А что касается всей Сицилии, то я бы сказала, что мафия тоже есть. Просто в наше время она изменилась. Если раньше это были откровенные бандиты, то сейчас это интеллигентные бизнесмены в костюмах. Так сказать, белые воротнички. Поэтому обычный народ её уже и не замечает. Если лет 30 назад мне было страшно даже сесть в машину и поехать путешествовать по Сицилии, то сейчас я спокойно могу делать то, что хочу, не опасаясь никаких нападений. Хоть местный нрав и без мафии достаточно горячий, никакой опасности уже нет. Вспыльчивый и горячий нрав сицилийцев проявляется не только в характере, но и даже в самой земле, на которой они живут. Ведь здесь на острове находится один из самых активных вулканов в мире – вулкан Этна, который то землетрясение устроит, то извержение. Вот кто действительно может посуду побить. Этна дымится, сколько я себя помню. Но особенно никто не переживает. Если она вдруг надумает извергаться, то нас обязательно предупредят заранее. Для этого у нас в городе есть целый институт вулканологии. Просто у подножья Этны с десяток разных посёлков и городков, в которых живут люди. Соответственно, такая профессия, как вулканолог, здесь не то, что востребована. Но и очень важна. Ведь именно он должен заранее предупредить людей, чтобы спасти их в случае опасности. С одним таким местным спасателем я познакомилась просто возле вулкана. Знакомьтесь и вы, это Борис. Скажи мне, есть такие сейчас современные технологии, по которым ты можешь сказать, что через неделю будет вулкан, и предупредить всех, или там, не знаю, за день. Конечно, мы анализируем это по землетрясениям. Но стопроцентная гарантия, что, скажем, через час-пятнадцать минут будет извержение, никто не даст. Мало того, всех эвакуируют, а его может вообще не случиться. Я здесь прожил всю жизнь, и особенно на вулкан внимания не обращаю. Но он там себе кипит потихонечку, а мы себе живем своей жизнью. Чего тут бояться? Мне лично вообще не страшно жить рядом с вулканом. Я даже не знаю, когда он в последний раз серьезно извергался. Так только дед рассказывал, что ему рассказывал дед о том, как дед говорил о ужасном извержении. Ну, вы понимаете? Когда-нибудь было такое, что вы, ну, это поняли и предупредили, и, ну, там, не пострадали люди? Да, буквально в прошлом году мы заметили небольшую активность и закрыли вулкан для посещений. А через день случилось извержение, которое накрыло бы всех туристов, что там обычно гуляют. Я ведь скажу, вот весь мир очень сильно переживает из-за этого этно. Я не знаю, а тут люди живут прямо, так спокойно себя чувствуют. Или это так кажется? На самом деле у людей, что здесь живут, больше шансов попасть в автомобильную аварию, чем пострадать от вулкана. Но он активен постоянно. Только в нулевых он извергался около 60 раз. Вот как получается, чем дальше ты живешь от вулкана, тем опаснее он тебе кажется. А если ты видишь магму всю жизнь, то та же она становится рутиной. А ты мне скажи, твоя профессия считается опасной или нет? Конечно. Как минимум раз в неделю мы должны подниматься и идти буквально в кратер вулкана. Естественно, в спецкостюмах. Но это все равно опасно. Он сильнее, я не знаю, или страшнее, чем Везувий, я слышала. Или это все неправда? Везувий гораздо меньше, но там люди живут практически вплотную к нему. Поэтому он для них намного опаснее и приносит куда больше ущерба. То есть, видишь, он маленький, они всегда вот такие подлые эти, хочу сказать. При том, что вулкан – штука крайне опасная и может разрушить целые поселения. Застраховать свое жилье от этого практически невозможно. С другой стороны, невозможно застраховать именно потому, что он может разрушить целые поселения. Замкнутый круг. Когда в последний раз Этна проявляла серьезную активность, в руинах лежали десятки городов. А это тысячи зданий. Ни одна страховая компания не пойдет на такие риски. Иначе она может просто обанкротиться. Скажи мне, есть какие-то предположения, я не знаю, у вулканологов, у ученых, когда, возможно, Этна может... Это прозвучит забавно, но у Этны стопроцентно сицилийский характер. Мы сами в шутку называем ее сицилийской мамой. Местные женщины очень любят заявлять, мол, вот сейчас, как приготовлю огромную пиццу, делают полдела, а потом говорят, ой, я ж помидорчики забыла. И бросают все незаконченным. Так и Этна вечно что-то готовит, но до ума доводит раз в сто лет. Подтверждением этих слов служит множество древних дворцов и замков, которые стоят на Сицилии столетиями. И хоть бы тебе трещина от землетрясения пошла. Во многих из них, кстати, до сих пор живут графы, бароны, ну и прочие там аристократы. Правда, замок и звание – это все, что у них осталось. Но мне интересно, за что же они содержат, эти хоромы? Тут тоже, наверное, одно электричество стоит, как квартира в Воронеже. Господи, я, конечно, знала, что я иду в гости в замок, но не думала, что настолько. Я даже не представляла, что в таких местах, но я была в музеях, но в таких замках даже не представляла, что в наше время живут люди. Идем посмотрим что-то внутри. Этот дворец стоит с 17 века. Его построили предки Руджеро, дворянина, к которому я и пришла в гости. Он вместе с семьей живет здесь всю жизнь. Буэнос-эйро, Руджеро. Слушай, ну, я, честно говоря, конечно, знала, что я иду в замок, но это же просто какие-то королевские апартаменты. Да, нет, не королевские. Здесь же всего-навсего 7 тысяч квадратных метров и 600 комнат. 600 комнат? И ты в каждой комнате бываешь? Нет, конечно. Это 300 лет тому здесь жила только одна семья. А сейчас тут 20 семей. Все мои родственники. Остальную часть дворца я сдаю в аренду под магазины, рестораны или даже офисы. За счет этого и получается все это содержать. Вот так вот. Раньше был дворец, а теперь торговый центр плюс коммунальная квартира. За то, какая красивая. За коммунальные каждый платит сам за себя. Например, за апартаменты, где живет моя семья, это примерно 200 квадратных метров, мы платим абсолютно современную цену. 70 евро в месяц. А сколько лет этому роялю? Вот мне интересно просто. Ему уже лет 150. На нем играл еще мой дед. А сейчас в семье уже никто играть не умеет. Кстати, очень зря у меня был бы такой рояль. Я бы точно научилась играть. Даже со своим слухом, которого нет. Слушай, ну потрясающе. Честно говоря, даже не представляю, как можно жить в музее. Это только со стороны так кажется. На самом деле есть свои нюансы. По факту я даже картину не могу перевесить с одной стены на другую без согласования с комитетом культуры и оформление разных бюрократических бумажек. Любые манипуляции с этим дворцом нужно согласовывать с разными инстанциями. Ремонт, замена коммуникаций, да даже двери покрасить я просто так в своем доме не могу. Причем согласование может занять не один год. То есть вот так вот живешь в своем собственном доме, и нужно разрешение спрашивать на все, даже что перевесить картину. Это, конечно, очень сложно и печально. Скажи мне честно, никогда не было мысли продать его? За всю мою жизнь было только одно предложение о покупке. От одной китайской миллиардерши. Но я даже о цене не задумывался, пока замок себя окупает, продавать не хочу. Это же семейная ценность. Кстати, если вам кажется, что семейная ценность выглядит пошарпанной и неухоженной, то это опять же связано с вулканом и землетрясениями. Дело в том, что все, кто живет в окрестностях Этны, снаружи, особенно за своими домами, не ухаживают. Ведь в любой момент может случиться катастрофа. Каждый местный житель знает, что в любой момент может произойти извержение, и вулкан полностью разрушит все ближайшие города. Поэтому никто не видит смысла вкладываться во внешний вид своего жилища. Даже дворцы и замки снаружи выглядят облезшими. Но, как видите, на это есть своя причина. Замок такой старый. Ну, хоть когда-нибудь, хоть какой-то намек на привидение был тут? Да какой там намек? Они вполне открыто здесь живут. Но так, балуются по мелочи. Книжку передвинуть или ключи спрятать. В этом замке, слава богу, все привидения исключительно добрые. Так что можешь смело оставаться у нас в гостях ночевать. Ой, знаешь, Роджеро, очень заманчиво, и я бы, конечно, с удовольствием, но, пожалуй, откажусь. А то мы и так заговорились со всем, а мне же еще к пенсионерам в гости бежать. Кстати, пенсионеры мои друзья Луччо и его жена Агата живут здесь совсем рядом. У них, конечно, не дворец, а небольшая квартирка, но мне на нее тоже интересно посмотреть. Добрый вечер. Боже, как у вас, слушайте, хорошо, прохладно. Конечно, проходи, не стесняйся. Так, это кабинет, да? Да, да. Ага, вы тут работаете, да, наверное? Боже, а спальня у вас! Венецианский стиль. Точно, да, венецианский. Это, наверное, старинная кровать какая-то. Я тоже хочу спать на венецианской кровати. Очень красиво. Как говорит Луччо, им много не надо. Поэтому здесь две небольшие комнаты, кухни и один санузел. Ой, слушайте, какая прекрасная ванна. Кстати, я вот хотела сказать вам, дорогие зрители, что и в доме должно быть, если два туалета, то один из туалетов, из ванной комнаты, должен обязательно с окном. Это по закону, понимаете? А если один, то только с окном. Можно подумать, что так сделано опять же из-за вулкана и землетрясений. Что если вдруг бедствие, то человек мог бы быстро выпрыгнуть в окно. Но нет. Этот закон действует во многих городах Италии и связан с банальной вентиляцией помещения. На Сицилии тепло, можно сказать, круглый год. А летом вообще невыносимо жарко, поэтому мы очень любим сквозняк, и у нас почти везде есть окна. Если бы это было возможно, то я бы их даже в подвале сделал. О, такая очень уютная кухня у вас. Это с поездок, наверное. Да, мы на пенсии много путешествуем. Так вы уже тут полмира объездили, я смотрю, в Венеции. Очень прекрасно. Слушайте, у вас очень уютный, красивый дом. Спасибо. Но мы, в принципе, весь его уже и обошли. Так что давай присядем и поговорим за столом. С удовольствием. Тем более на такие красивые стулья грех не присесть. Вы вообще давно тут живете? Можно сказать, всю жизнь. Мне кажется, итальянцы, особенно на Сицилии, очень любят жить в одном месте. И вот тут вот и дети, наверное, ваши выросли, и вы тут еще молодые были. Очень-очень здорово. А чем вы занимаетесь сейчас на пенсии? В основном отдыхаем. Утром пьем кофе в баре, днем выходим на прогулку, часто ездим к внукам, или они к нам приезжают. Местные пенсионеры очень активные. Они постоянно гуляют, занимаются спортом или танцуют просто на улицах. Любят красиво одеваться и ходить в рестораны или на променад. Это неудивительно, ведь Сицилия невероятно красива. Зачем тут сидеть в четырех стенах? Ну, прямо вы рассказали какую-то сказочную пенсию. Какие минусы есть на пенсии на Сицилии? Есть они вообще у вас или нет? Поначалу, как только я вышла на пенсию, было очень скучно без работы. Я не знала, чем себя занять. Но потом поняла. Меня же никто не заставляет бездельничать. Деньги платят, времени полно, занимайся чем хочешь. А потом и внуки появились. Так я теперь и рада, что не работаю. Пенсионный возраст в Италии 67 лет, а минимальная государственная пенсия 800 евро в месяц. В среднем же пенсионеры получают около тысячи. Но всем ли этого достаточно? Ну, а вот вообще пенсионеры на Сицилии, вообще вот как они живут? Вот хватает пенсии? То есть вот чем они занимаются? Точно так же ходят утром в пар, выпьют кофе и потом развлекаются целыми днями? Те, кого мы знаем, живут вполне нормально. Даже если где-то пенсии не хватило, всегда могут помочь дети. Так же и мы можем им помочь, если ситуация сложилась наоборот. Вы наверняка помните про закон о том, что родители должны содержать своих детей. Так вот, он работает в обе стороны. Если у родителей вдруг закончили средства к существованию, а у детей есть работа, то уже они, согласно закону, обязаны содержать своих родителей. И я специально рассказала об этом только сейчас, ведь никто так хорошо не покажет, насколько крепкие семейные ценности сицилийцев, чем люди, которые уже столько лет вместе. Вы сколько женаты вообще? В этом году будет 50 лет. 50 лет? Ну хорошо, тогда расскажите всем секрет семейного чая. Сейчас мы узнаем, как прожить 50 лет и не убить друг друга, мягко сказать. Секрет банален. Он в том, чтобы продолжать любить друг друга. Если любишь, то любые скандалы или недопонимания забываются мгновенно, и через пять минут уже опять хочется обняться. И стараться всегда соглашаться. Ведь ты можешь не понимать что-то, что тебе кажется мелочью. А для твоей другой половины это может быть чем-то значительным. Поэтому просто скажи «да» и все будет хорошо. Я тоже говорю мужу всегда, говори мне «да». Вот я говорю «хочу». Скажи «да» и все. Я же потом забуду, какая тебе разница. Скандала не будет. О, мудрость! Как видите, сицилийцы действительно помогают и заботятся друг о друге. Любят друг друга баловать и дарить подарки. И это все, конечно же, нам понятно. Но вот сами подарки могут быть понятными не совсем. Жизнь на Сицилии на самом деле очень похожа на нашу. Они точно так же родственники, дарят друг другу подарки на день рождения, на Рождество. Любят это делать. Но самым главным и ценным подарком на Сицилии является место на кладбище. На день рождения пришел и получил такой подарок. Какая красота! Могила на кладбище стоит 5-6 тысяч евро. Далеко не каждый может себе такое позволить, поэтому я считаю, это очень хороший подарок. Ведь после смерти ты не будешь тесниться где-то на полке склепа. Как вы понимаете, особо ценится именно место в земле. Ведь оно занимает больше всего площади, а значит, самое дорогое. У нас очень скалистая почва, ее практически невозможно копать. Поэтому большинство людей на Сицилии похоронены в склепах или просто в небольшой нише, вырубленной в скале. Это и значительно дешевле, чем в земле. Одно такое место стоит от 300 евро. Вот такие они, сицилийские ценности, заботятся друг о друге не только при жизни, но и после. Для родителей здесь самым главным всегда будет забота о детях, а для детей – забота о родителях. Вы, наверное, уже сами догадались, что самая крепкая на Сицилии – это не местные скалы и не старинные замки. Нет. Самое долговечное, что здесь есть – это семья. И никакой вулкан или землетрясение не разрушит ее ни за 50, ни за 100, ни даже за 500 лет. Продолжение следует... На самом деле разобраться в жизни сицилийцев было очень непросто. Ощущение такое, что она как будто спрятана за ширмой стереотипов. Стереотипов о мафии, о горячем темпераменте, о лене южан. Но если за эту ширму заглянуть, то ты понимаешь, что это не их стереотипы, а исключительно наши. А любой местный вам скажет, что настоящая Сицилия – это... самые вкусные десерты, приветливые люди, древность на каждом шагу. Сумасшедшие водители. Фильмы о мафии, старинные традиции, горячий характер, теплое море. Сицилия – это моя семья. На самом деле, для меня Сицилия сейчас совсем не та, которую я представляла в начале программы. Думаю, и для вас тоже. Наверное, все дело в том, что каждый видит то, что хочет видеть, смотрит на то, на что хочет смотреть. И есть только одна вещь, на которую хотят смотреть абсолютно все. Это... жизнь других.